Евросоюз открывает внутренние границы, но постепенно власти опасаются второй волны эпидемии. В то время как испанские медики фиксируют рост заболеваемости, в стране ослабляют карантинные меры. Режим ЧС истекает лишь через 7 дней. Пока в качестве решения мы предлагаем наблюдение и взываем к ответственности всех и каждого, включая путешественников и туроператоров, которые должны со своей стороны выявлять людей с симптомами, как и устанавливать их возможные контакты. В Швейцарии вновь забурлила культурная жизнь. Разрешили ходить на концерты, в театр и кино. Однако на событии могут находиться не больше 300 человек. Свои двери распахнули и ночные клубы. Люди без масок не проходят фейс-контроль. Атмосфера царит прекрасно, и гости следуют всем установленным правилам. Самое сложное для нас – закрываться в полночь. Французские разработчики озаботились профилактикой инфекции в общественном транспорте. Одна из технологических компаний предложила инновационную обивку салонов автобусов, трамваев и вагонов метро. Но специалисты уверяют, на материале вирусы не задержатся, по крайней мере, надолго. Час кварцевания и заразы как не бывало. Нам удалось внедрить в ткань проводник, который можно назвать катализатором. При контакте с ультрафиолетовым излучением он активируется. Эта реакция нужна, чтобы охислить соединения и превратить их в безвредные молекулы, такие как вода и соля. Прогулки без расписания. Москва тоже выходит из карантина. В Белокаменном отменили пропускной режим. Открываются салоны красоты и ветклиники, а в театрах трупы вновь собираются на репетиции. В конце месяца возобновят работу фитнес-клубы и бассейны. Снимут ограничения с детских садов. Уже несколько недель. Медленно, но верно. Пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения. Из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступают. Все это позволяет шаг за шагом переходить в нормальной жизни. Белорусские клиники продолжают пополняться современной техникой. Десятая столичная больница получила новую машину скорой помощи. Нужный подарок медикам преподнесла одна из частных компаний. По словам главврача, микроавтобус оборудован всем необходимым. Он будет использоваться для нужд больницы и в том числе, в первую очередь, с приемного отделения. Это транспортировка пациентов в другие больницы. Это забирать пациентов из других больниц. Это доставка консультантов для больницы. Это доставка наших пациентов. Это оперативно, когда необходима доставка крови или крови заменить. Национальный центр электронных услуг перечислил на счет 4-й больницы в Минске 30 тысяч рублей. На спонсорские средства закупили комплектующие для систем подачи кислорода. В палатах установили 200 специальных розеток. Это система подачи увлажненного кислорода, которая состоит непосредственно из розетки. Флуометр, который показывает подачу в литрах кислорода. И емкости, которые увлажняют кислород. Пациенты, которые находятся в отделениях с пневмониями или с какими-то другими сопутствующими патологиями, среди сосудистой недостаточности. Им не хватает воздуха, который мы с вами дышим. То есть им надо увеличить концентрацию кислорода в крови. Тогда применяются вот эти системы. Профсоюзы вручили Могилевским больницам сертификаты на 15 тысяч рублей. За эти деньги приобретут средства индивидуальной защиты и дезраствора для обработки рабочих мест и помещений общего пользования. В Жолдино сотрудники благотворительного католического общества передали врачам и соцработникам респираторы, передвижные облучатели, флуометры и бесконтактные термометры. Мы развозим помощь по больницам, по социальным центрам и также стараемся не обойти, скажем так, частные лица. В основном это пенсионеры, многодетные, с инвалидностью. Работникам Барановического родильного дома Банк развития преподнес респираторы, шапочки, костюмы. А профсоюзы Бобруйска купили для медперсонала бытовую технику, бактерицидные и ультрафиолетовые лампы, средства индивидуальной защиты, дезрастворы и халаты. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели.